А теперь подробнее об этих и других новостях. В городском округе прошел рейд по выявлению серых возщиков. Это недобросовестные предприниматели, которые оказывают услуги по вывозу строительного мусора, но вместо специальных полигонов везут его на ближайшие контейнерные площадки, либо в лес. Сотрудники администрации совместно с полицией провели контрольную закупку и проследили за дальнейшими действиями нарушителей закона. Алло. Здравствуйте. Подскажите, а по поводу вывоза мусора правильно звоню? Да, да. Подскажите, а какой у вас минимальный объем на вывоз? А то вот уже по нескольким номерам звоню. У меня всего лишь 15-20 мешков, и никто не хочет вывозить. 15-20 мешков. А так где находится? В Малаховке, подмосковный квартал. А сколько вы готовы воплотить? Такой вопрос от возщика строительных отходов уже повод задуматься о легальности его деятельности. У лицензированных организаций есть установленные тарифы на оказание услуг. В итоге за вывоз строительного мусора у девушки попросили 3000 рублей. В назначенное время к дому подъехала «Белая Газель». Двое мужчин загрузили отходы и, как выяснилось во время слежки, раскидали их на муниципальных контейнерных площадках. Несостоявшихся бизнесменов отвезли в Малаховский отдел полиции и составили на них протокол. Административное наказание за выбор строительных отходов на контейнерных площадках или рядом с ними грозит каждому нарушителю. Для граждан существует ответственность от 2 до 3 тысяч рублей. В случае повторного совершения в течение года данного правонарушения от 3 до 5 тысяч рублей. Если данное правонарушение совершено юридическим лицом, то штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Если повторное совершение данного правонарушения в течение года, то от 250 до 400 тысяч рублей. Чтобы избежать штрафных санкций и не стать виновником образования стихийных свалок, необходимо обращаться только в специализированные организации. Список добросовестных возщиков в строителях отходов опубликован на сайте Министерства ЖКХ Московской области. Если мы говорим про строительные отходы, то это отходы от капитального ремонта, то есть от сноса зданий, от разбора внутренних стен, кирпичей, бетонной. И, соответственно, заказывая вывоз строительных отходов у проверенных перевозчиков, мы можем быть уверены в том, что эти отходы не осядут в ближайших лесах, полях, в виде несанкционированных свалок. В дальнейшем строительные отходы отправят на специализированные комплексы, где их должным образом переработают и утилизируют. Что касается крупногабаритного мусора, такого как мебель, бытовая техника или отходы от текущего ремонта, то его вывозом занимается только региональный оператор Иколайн-Воскресенск. За всеми разъяснениями можно обратиться в свою управляющую компанию.